В Павлодаре защитники животных просят жестко наказать виновных в издевательствах над дикой птицей. Накануне в сеть попало видео, где группа молодых людей на моторной лодке гоняется за раненым пеликаном, а поймав, варварски мучает его. Известные в стране орнитологи еще надеются, что птица жива и просят отдать особь в руки специалистов, которые смогут ее выходить. Между тем, за преступление против краснокнижного животного и виновным теперь может грозить серьезное уголовное наказание. Бедный пеликан пытается подняться в воздух и уйти от преследования, но это ему не удается. Судя по всему, говорят специалисты, у птицы травмировано крыло. Ранение она могла получить, запутавшись в браконьерских сетях. И она летает, поднимает над водой. Где-то метр-полтора поднимается, потом падает, потому что далее сил нет. Кандидат биологических наук, известный орнитолог Кайрбай Базарбеков, увидев это видео, был крайне возмущен. Как специалист, он сразу определил, жертвой браконьеров стал кудрявый пеликан. Это невежественные люди, понимаете, дикари, потому что как они гоняются на моторной лодке за бедной птицей, вместо того, чтобы, увидев эту птицу, любой нормальный человек, он бы любовался. Понимаете, что такая птица у нас вдруг появилась. Это неординарное. Защитники животных уже готовят обращение в полицию. Кстати, по новому закону за варварское обращение с редкими исчезающими видами виновным светит. Либо крупный штраф до 5000 МРП, либо... За свои действия надо отвечать, а статьи очень серьезные. Это не смех нам до пяти лет лишения свободы за такие игрушки. Вопиющий факт такой, я не знаю, даже как варварство или как птица ничего не трогает, которая в ночное время догнать ее на лодке и издеваться над ней, изгаляться, ну, как-то это ни в какие ворота не лезет. В Павлодарском прииртыши гнездятся или делают остановку во время долгих перелетов 250 видов пернатых. Из них 30 занесены в Красную книгу. Как раз-таки кудрявый пеликан здесь встречается крайне редко. Специалисты территориальной инспекции по охране животного мира не раз ловили браконьеров за отстрел краснокнижных животных. Но, как правило, все эти дела разваливались еще до суда. Надеемся, на этот раз так не произойдет. Что, ножик надо? Есть нож? Какой нож? Что, резать будем? Нет? У него есть лицо. Это сотрудники полиции на раз-два должны выявить это все. Там конкретно и имя есть его, потому что, говорит, Женя, Женя, дай нож, хочу зарезать. Любители дикой природы в ответ на размещенное в интернете видео отправили свое сообщение. Они мечтают забрать птицу, если она еще жива. Ведь для сохранения популяции важна каждая особь, пусть даже раненая. Если у вас она еще жива, вы, пожалуйста, верните нам. Чтобы мы могли бы выходить, потому что, потому как они гоняют, видно, это этого года молодая птица. Пока орнитологи не получили ответа на свой запрос. Теперь остается ждать, к чему приведет полицейское расследование, если дело снова не развалится. Из Павлодара Салават Семербулатула, Нурсулу Букваева и Марат Игликов.